Минимум цвета, максимум деталей – это отличительная особенность миниатюры Александра Облесимова. Сквозь тонкие линии и штрихи, сделанных буквально за полчаса, просматривается суета мегаполиса и тишина исторических кварталов. Для создания зарисовок архитектор использует современные инструменты – профессиональные фломастеры, линер и небольшой блокнот. Я бы сказал, что это зарисовки. Ну, то есть это, в общем-то, законченное произведение, но в таком вот небольшом формате. Блокнот удобен своей компактностью, а с помощью линера Александр четко прорисовывает архитектурные особенности зданий. При зарисовке деревянных домов с более чем вековой историей особенно важны детали. Большую часть выставки занимают картины квартала 1933 года Нижнего Новгорода, которые в скором времени станут иллюстрациями книги, посвященной истории областного центра. Мне всегда было интересно сработать исторической средой, поэтому, конечно, форматы современные стараемся использовать. Но во всех проектах, особенно последних и дипломам тоже, я старался как-то взаимодействовать со старой архитектурой. После окончания вуза Александр остался работать в Нижнем Новгороде, но приезжая в родной город, он обязательно делает несколько зарисовок в свой блокнот. Гости выставки с интересом рассматривали миниатюры с видами Сарова. Александр запечатлел не только знаковые места своей малой родины, например, дом со шпилем, но и вполне современные здания центральной бани и 13-й школы. Я старался найти какие-то характерные места, то есть показать какую-то идентичность городскую. Монохромные миниатюры притягивают взгляд посетителей удивительной проработкой мельчайших деталей. Видны не только особенности постройки определенной эпохи, но и влияние времени. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.